Кризис позади. На предприятия концерна тракторные заводы в этом году планируют принять 2,5 тысячи работников. Потребность в кадрах возникла из-за увеличения объемов производства. Например, завод промтрактор Промлит за год нарастил мощности на 142%. Рабочие возвращаются на производство. Это самый явный признак, что завод снова встает на ноги. Я до этого просто здесь тоже работал. Раньше. Но когда был кризис, то есть зарплату переставали платить, задержки были, я уходил. То есть сейчас, получается, в 2018 году в октябре пришел обратно. С осени промтрактор Промлит ежемесячно идет в плюс. В прошлом году объемы производства стального литья достигли отметки 17 тысяч тонн. Это 142% от показателей 2017-го. План на 2019 год увеличить еще в 2,5 раза. Заказы на детали железнодорожного назначения и тракторной тематики поступают от других предприятий концерна. Тракторного завода, агрегатного. После длительного перерыва возобновили сотрудничество с филиалом РЖД по поставкам крупного вагонного литья для грузовых вагонов. Я когда приехал в ноябре месяце и увидел, сколько здесь продукции, и то, что мы на данный момент, это видно, что задел есть надолго. Условия труда, обрубчика самого, они тяжелые в любом случае. Работать тяжело, но, как сказать, в нынешнее время и в нашем регионе это самая прибыльная зарплата. Ну, именно то место, где можно заработать. С ростом объемов стала выше зарплата сотрудников. Руководство рассчитывается с накопившимися за годы кризиса долгами. Мы сегодня платим за 2018 год. Выплатили все начисленные налоги, то есть у нас нет долгов перед налоговыми органами. У нас уже на сегодняшний день заработная плата основных рабочих составляет от 40 до 60 тысяч рублей. Ну, по отдельным таким специальностям. А вот в основной массе это основных рабочих до 40 тысяч рублей. Кто не имеет специальности, мы обучаем специальностям. Завод сейчас нуждается в новых кадрах. Станочники, обрубщики, наждачники, сварщики на работу планируют принять более пяти сотен рабочих. Перед предприятием стоят амбициозные задачи по дальнейшему росту производительности труда. Этот завод у нас включен в национальный проект. Он будет участвовать в части повышения производительности труда. И поэтому, тем более, мне сегодня это было интересно посмотреть. И статистика уже это показывает. И сегодня заработная плата составляет более 27 тысяч. И самое главное, задачи и порасширения по модернизации оборудования производства на поставленных сегодняшним руководством. Планируют, например, освоить производство комплектующих для горнодобывающей, карьерной и лесозаготовительной техники. Ирина Волкова, Бахтияр Велиевка, Республика.